Перед вами сейчас приманка Танцор. Производитель указывает сглубление тублера 1,5-2,5 метра. Вес приманки 10 грамм, длина ее 70 миллиметров. Модель плавающая, имеет систему дальнего заброса. Всем привет, друзья мои! С вами Дивер. И в сегодняшнем видеообзоре я хотел бы вас познакомить с приманками G-Spin. С этими приманками я познакомился на рыболовной выставке в Москве в 2017 году. Приманки мне очень понравились, и я решил их себе приобрести. Эти модельки я приобрел себе для ловли рыбы на малых реках. Для ловли окуня, головля, форели и щуки. Многие приманки имеют ультрафиолетовую покраску. Маркируются на коробках специальной наклейкой. Некоторые из воблеров имеют покрытие с добавлением фосфора. Также маркируются специальной наклейкой. Также эта компания делает 3D воблеры. С внутренней голограммкой, которая дает 3D эффект. Такие приманки по покраске практически вечные. Ну а насколько эти приманки качественно сделаны, давайте вместе с вами сейчас поближе и посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова производится четырех видов с заглублением от полуметра и до пяти метров. Очень качественно сделана сама лопатка и она довольно-таки внушительных размеров. Сама приманка покрыта также довольно-таки качественно. Приманка имеет достойную фурнитуру, очень хорошую. Довольно-таки острые тройники и шикарные петли. Самое минимальное заглубление, которое я сейчас держу в руках, это полметра-метр, 70 миллиметров, 8 грамм. Воблер имеет вот такую необычную, вроде бы как ступенчатую лопатку, но закругленную. Лопатка тоже очень мощная. Фурнитура также довольно-таки солидная. Все у этой приманки сделано очень качественно. Цветовая палитра этих приманок очень обширная. Это приманка с добавлением фосфора и светится также в ультрафиолете. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Ну а теперь поставим танцора 70 миллиметров, 8 грамм, заглубление до одного метра, полуметровый. Вот такой танцор, приманка плавающая. Приманка играет также при медленной проводке. Приманка играет также при медленной проводке. Также я приобрел себе модель Forel. Forel X 65 миллиметров, вес 10 грамм, заглубление 2-4 метра. Но 4 метра, я думаю, что пойдет на троллинг. Модель имеет внутри встроенную голограмму, имеет еще добавление фосфора на пузе. И в темноте эта пузяка светится. Также из крупных моделей 65 миллиметров, вот такая модель. Весом 9 грамм, с заглублением 1,2 метра. Эта модель также имеет встроенную голограмму и замечательное вот такое покрытие. Есть также чуть меньше приманки, 45 миллиметров, весом 5 грамм, с заглублением 2 метра. Фурнитура у этих приманок также славная. Есть маленькая моделька с заглублением полметра до метра. 4,6 грамма, 45 миллиметров. Оснащена вот такой застежкой. Но сразу говорю, застежку при тестировании мне пришлось снимать. Потому что зацепить такую застежку довольно-таки проблематично. Проще ее отцепить, поставить удобную застежку и цеплять ее уже за петельку. Модель также с 3D-голограммой, с внутренней окраской, имеет фосфорную пузяку. Приманки сделаны очень интересно и качественно. Приманка Форель 45 миллиметров, 4,6 грамма, погружение до 1 метра. Полуметра. Где-то в среднем. Приманка довольно-таки упористая. Приманка Форель 65 уже миллиметров, 10 грамм, погружение 1 метр, полуметра. Приманка Форель, только с заглублением уже до 4-3 метров. Но я думаю, что до 4 метров это при троллинге. Очень интересно, приманка всплывает. Но больше всего меня поразила приманка Тонущая. Приманка Сниток. Вот именно такого маленького размера, полуметра, полтора метра заглубления, приманка превосходно пойдет по головлю и по окуню. Я на нее отловился уже прекрасно, к сожалению, у меня не было с собой камеры. При возможности я опять же попаду на реку и постараюсь отснять вам, как она ловит. На нее были пойманы и головли, и окуни. Приманка Тонущая, но когда Тонет, она падает именно пузом. Когда мы начинаем ее поднимать, она приподнимаясь начинает играть. В момент падения и подергивания наверх, в этот момент окунь и садится. Голова неплохо берет на перекате на эту приманку. Приманка шикарно летит. Она тонущая. При проводке будьте осторожны. Не забывайте, что эта приманка тонущая. Приманка работает даже при самой минимальной проводке. Приманка отлично сбалансирована. Погружается на дно. И плюс еще играет, когда ее начинаешь поднимать. Она заводится. Приманка с неток 40 мм. Меня очень сильно впечатляет. Приманка также имеет свою игру на равномерной проводке. И причем, что поражает, приманка на самой медленной проводке работает превосходно. Ну вот и все, друзья мои. Я попытался вам рассказать и показать приманки G-Spin. Надеюсь, мой обзор был интересный. Кому-то, может быть, он и пригодится. Приманки мне очень понравились. Визуально некоторые приманки я уже испытал на речке, но, к сожалению, без видео. В ближайшее время я обязательно с камерой и с этими приманками попаду на речку и покажу вам, как они играют и как они ловят рыбу. Повторюсь, вот эти все три вида приманок меня очень сильно поразили. Я их увидел первый раз на выставке. Тестировали их в бассейне. И мне они очень понравились. Есть там разные другие приманки у них, но мне понравились именно эти. Все, друзья мои. Рыбацкой и жизненной удачи вам. Всех благ вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова